Ребята, если кто-то из вас хочет добиться успеха в этой ужасной нелёгкой жизни, подписывайтесь на наш второй канал Бизнес Мотивация, ссылка в описании. Телблокнет приглашает вас погрузиться в мир денег, мелких монеток и крупных купюр. Ведь, как известно, без денег никуда. Долгое время ценность монет была эквивалентна содержащемуся в них количеству металла. В связи с этим существовала проблема, мошенники срезали небольшие кусочки металла с краёв, чтобы делать из них новые монеты. Решение проблемы предложил Исаак Ньютон, который был по совместительству сотрудником Британского Королевского Монетного Двора. Его идея была очень простой – прорезать в краях монеты маленькие линии, из-за которых стёсанные края были бы сразу заметны. Эта часть на некоторых монетах оформляется таким образом по сей день и носит название Гурт. Существовали не только круглые монеты. В 18 веке был создан медный рубль, имевший квадратную форму. Каждая сторона его была почти по 20 сантиметров, а вес этой монеты составлял более полутора килограммов. И ещё несколько веков назад ни в одном государстве основная денежная единица не равнялась 100 монетам. Первой в мире децимализацию, то есть перевод денежных единиц в десятичную систему провела Россия. В 1704 году рубль был приравнен к 100 копейкам. Мы привыкли, что деньги бывают только металлические и бумажные. Но изначально деньги имели совершенно другую форму. Так, в Бирме 20 века в качестве денег использовались соль и плиточный чай. В Мексике мешочки какао-бобов. Также деньгами в разных странах были табак, сушёная рыба, зёрна риса, кукуруза. Более 92% россиян хранят деньги дома в наличной валюте. В среднем каждая российская семья держит дома 860 долларов США. При этом 77% семей беспокоятся о сохранности своих наличных сбережений. Ведь по статистике в России каждые 3,5 минуты происходит квартирная кража. Самые ходовые долларовые купюры в США 1 и 20 долларов, а в остальных странах 100 долларов. В 1999 году Румыния выпустила в обращение полимерную банкноту достоинством в 200 лей, посвящённую солнечному затмению 1999 года. На банкноте изображена карта Румынии с указанием мест, где затмение было стопроцентным. На данный момент банкноты из полимерного пластика выпущены в обращение в Австралии, Бразилии, Брунее, Западном Самуа, Малайзии, Новой Зеландии, Папуановой Гвинеи, Румынии и Таиланде. Самой популярной банкнотой в мире является банкнота достоинством в 500 евро. Из-за этого в прошлом году пришлось увеличить почти в два раза выпуск купюры в 500 евро. Банкнота в 100 тысяч долларов образца 1934 года является самой крупной выпущенной банкнотой. Она не получила широкого распространения и использовалась для различных операций между банками. Через месяц после нападения японцев на Перл-Харбор, американское правительство провело операцию по замене всех наличных денег на Гавайях. У компаний и население забрали доллары и выдали взамен то же количество, но специально напечатанными банкнотами с большой надписью Гавайи. Все это было сделано на случай захвата островов японской армии. Если бы оккупанты решили изъять деньги у гавайцев, полученные ими купюры не обладали бы никакой ценностью. Редактор субтитров А.Семкин